Ирбулзан, пусть ланача не бурнащ, хавастла, илемля, аван. Кашны гун, ирхи щи дезегетря, чавашьень наци телевидение, тюрия ферендже, ирбулзан каларам. Ирбулзан, пусть ланача не бурнащ, ирбулзан каларам. Наза елдередіп, ирбулзан каларам, ирбулзан каларам, ирбулзан каларам, ирбулзан каларам. Ирбулзан каларам, ирбулзан каларам, ирбулзан каларам. Маширман порчуга, килеурадавран засын, шалуин на волпаян. Маширман чудо-щалдан, чонка терминатор да, сулахая чук мазасын, их бурнащ, ибулзан каларам. Маширман каларам, ирбулзан каларам, ирбулзан каларам. Маширман каларам, ирбулзан каларам, ирбулзан каларам. Маширман он чунадам, можирман хулиган. Ару хитрепу нырен, хоцян каларам ярох, ирбулзан каларам... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Мы ждем до 700 участников. Поэтому подготовлены большие аудитории. Будут наши волонтеры, студенты, географы, экологи, направления туризма, землеустройства, которые будут встречать всех желающих, попробовать свои силы в географическом диктанте. И я хочу сказать, что мы ждем не только тех, кто интересуются географической наукой, а вообще диктант приглашает всех, кому интересно познание нашей страны, кто увлечен романтикой, путешествий, туризм. Мы ждем их всех. Ну, кому будет интересно? Ученикам, школьникам или взрослым? Или вы всех ждете? Вообще мы ждем всех. Дело в том, что диктант проводится уже в пятый раз. Он стал международным. И за эти пять лет в нем участвовали почти миллион участников по всему миру. И вот в этом миллионе небольшая толика и нашей Чувашской республики. В этом году в республике открывается 21 площадка. Очень интересно, 21 регион, 21 площадка. И это не только Чувашский госуниверситет, это школы и вузы республики, библиотеки, музеи, центры детского творчества. Не только в городе Чебоксары, но это и города Маринский Посад, Шумерля, Алатырь, Цивильск, Козловка. В районах Чувашской республики Порецкий, Красночитайский, Козловский, Маргаушский, Маринско-Посадские районы. Обо всем этом можно узнать подробно на сайте Русского географического общества. Там точно указаны все площадки. Ну а главная республиканская площадка, как мы уже с вами говорили, это Чувашский государственный университет. В любом случае, почти в каждом районе Чувашской республики будет проходить географический диктант. Поэтому желающие, если нет возможности приехать в город Чебоксары, если вы живете в районе, то вы можете на сайте узнать, проходит ли диктант в вашем районе. Поэтому обязательно заходите на сайт и посмотрите. Но все-таки, Инна Витальевна, в моем понимании, еще со школьного курса я помню, что диктант – это урок русского языка, и преподаватель читает текст, а ты должен его правильно записать. А как проходит географический диктант? Что это такое? Здесь совмещены разные формы. Во-первых, это будет цветная видеопрезентация с озвучкой. И вот традиционно в озвучивании видео принимают участие медийные личности. Вот в прошлые годы озвучивали такие люди, как Настасия Чернобровина, Валдис Пельш. В этом году тоже интересные личности. Назову хотя бы одного. Озвучивать будет Сергей Шнуров. А кто еще, пока не скажу. Это будет приятная неожиданность. Да, вот. Вопросы состоят из двух частей. Первая часть – вопросы более облегченные. Вторая часть – посложнее вопросы. Будут разданы бланки. Причем бланки в этом году интересные. Они все с QR-кодом. То есть у каждого индивидуальный личный бланк, которому присуждается уникальный номер. И есть QR-код. Поэтому можно свои результаты анонимно узнать только этому человеку. Никто больше не будет знать его результаты. Поэтому, ну, если не очень хорошо получится, не страшно. Вот. И на сайте Русского географического общества можно узнать свои результаты по идентификационному номеру, либо по QR-коду. Вот. А, значит, сами вопросы, они тестового характера, открытого и закрытого. Вопросы будут зачитываться, как я уже сказала. Также будут они показываться на презентации. А всем отвечающим в бланке нужно будет отмечать правильные ответы. Они зашифрованы либо соответствующими буквами, либо цифрами. И несколько вопросов, в которых нужно дописать правильный ответ самостоятельно. Но в любом случае определенные подсказки будут. Люди с широким кругозором смогут ответить. Вот вопросы, они такие интересные, они не чисто географические. Там очень много параллелей и с литературой, с поэзией, с пейзажной живописью. Так что... А с историей сколько много связанных вопросов? Ирина Витальевна, вот сейчас вы заинтриговали. Можете ли вы сейчас буквально пару примеров вопросов? Ну, допустим, с прошлогоднего географического диктанта. Ну, если вы помните, конечно, какой-нибудь такой вопрос. Ну, вот в прошлогоднем диктанте были живописные картины, описывающие Крымский полуостров, город Севастополь, картины Верещагина, если я не ошибаюсь. И нужно было по дополнительным подсказкам догадаться, о чем идет речь. Ну, люди, знакомые с живописью, с художниками. И люди, побывавшие на этом полуострове, в этом регионе, ответили бы без труда. Инна Витальевна, как вы думаете, ну и какова цель, собственно, этого географического диктанта? Зачем это делается? Зачем это делается? Ну, миссия русского географического общества – вдохновлять людей на познание своей страны. И я думаю, этот диктант, он как раз отвечает главной миссии – вдохновлять людей на познание нашей страны. И мы привлекаем всех людей, независимо от пола, от возраста, вероисповедания, всех-всех, кто хочет, кому интересно. И есть еще одно новшество этого года. Русское географическое общество подписало договор о сотрудничестве с Всероссийским обществом слепых. Поэтому в этом году есть возможность участвовать в диктанте слабовидящим. Для них подготовлен специальный бланк с увеличенным шрифтом. А в последующие годы планируется, что будет использован шрифт Брайля. И площадка Чувашевского госуниверситета, она подготовлена для встречи таких людей. Наши студенты будут встречать волонтеры на входе. Мы будем рассаживать в наши уютные аудитории. И я думаю, вы не разочаруетесь, если придете к нам на диктант. Географический диктант для того, чтобы узнать свою страну получше. Планируется ли в этом году или, может быть, в последующем году, Елена Витальевна, в этот диктант включить хотя бы несколько вопросов о нашей малой родине, Чувашской республике? Ну, традиционно вопросы составляет корпорация «Своя игра». Поэтому они пытаются охватить регионы, которые знакомы многим. Или, может быть, отдельный географический диктант именно только организует Чувашское республиканское отделение географического? Да, да. Вот что касается организации мероприятий, которые делает наше Чувашское отделение. В этом случае у нас главная цель – это привлечь к познанию Чувашской республики. Поэтому мы проводим дополнительные мероприятия помимо диктанта. Это и чемпионаты «Что, где, когда». Это и конкурсы знатоков географии и туризма Чуваши. Это Олимпиада-геотурнир. Поэтому мы приглашаем всех. И еще раз говорю, мы нацелены не только на работу со школьниками, со студентами. Мы нацелены на работу с любым контингентом – от взрослых до маленьких детей. И очень, вот что касается диктанта, очень много приходит людей уже в возрасте, даже пенсионеров очень много, которые хотят проверить, насколько у них сохранились познания еще со школы, из географии. И что интересно, их результаты лучше, чем у современных школьников. Это повод задуматься современным школьникам, чтобы у них было не хуже. Инна Витальевна, есть ли возможность у желающих пройти диктант, но не имеющих возможности приехать в университет или в районе посетить? Пройти это все онлайн? Есть такая возможность? Да, да, такая возможность есть на сайте Русского географического общества. Сразу после окончания очного диктанта, а он, повторяю еще раз, будет проходить с 12 до 13 часов. А вот с 14.00 на сайте Русского географического общества вы можете пройти диктант в онлайне. И такая возможность будет представлена в течение пяти дней до 31 октября. Инна Витальевна, спасибо большое. После небольшого перерыва мы продолжим нашу беседу о географическом диктанте, который пройдет в это воскресенье. АПЛОДИСМЕНТЫ Санвалищики сауны, санвали, че енду каган сау вас не. АПЛОДИСМЕНТЫ Санвалищики сауны, санвали, че енду каган сау вас не. Санвалищики сауны, санвали, санвали, че енду каган сау вас не. Санвалищики сауны, санвали, че енду каган сау вас не. Санвалищики сауны, санвали, че енду каган сау вас не. Санвалищики сауны, санвали, санвали, че енду каган сау вас не. Санвалищики сауны, санвали, санвали, че енду каган сау вас не. Санвалищики сауны, санвали, че енду каган сау вас не. Санвалищики сауны, санвали. Санвалищики сауны, санвали. Санвалищики сауны, санвали. На этом я знаю, что у вас очень часто проходят интересные фестивали и экспедиции. Да, безусловно, Чувашское отделение Русского географического общества географию понимает очень широко. Поэтому у нас есть экспедиционный отряд, участники которого это студенты, школьники и взрослые люди. И они участвуют в экспедициях, которые организовывают сами, а также в экспедициях, инициируемых Русским географическим обществом. Если говорить по Чувашии, то это экспедиция по обследованию, по изучению объектов мемориальных. Это Сурский и Казанский рубеж по итогам Великой Отечественной войны. Это экологическое обследование озер Заволжья, потому что тоже Чебоксарское водохранилище – особый объект. И для экологов, для географов интересный, потому что с созданием водохранилища получился какой-то такой вот эксперимент, потому что водохранилище недонаполнено было до проектного уровня. Поэтому как ведут себя экосистемы Заволжья – это тоже нам очень интересно. Безусловно, Чувашское отделение заинтересовано в развитии туристической привлекательности региона, и поэтому мы активно участвуем в разных мероприятиях. Это и туриада Приворского федерального округа, это и фестивали Русского географического общества. Кстати, вот в сентябре завершился фестиваль Русского географического общества. В этом году он проходил в парке Зарядье почти две недели, и каждый регион представлял себя вот с разных позиций. На этом фестивале участвовал чувашский хор, который базируется в Москве, хор «Волга» или «Адл» по-чувашски. Руководит этим хором Галина Никитина, и они выступили с чувашскими народными обрядовыми песнями, с авторскими произведениями, представили чувашские народные костюмы. И я думаю, вот эта вот этнографическая самобытность республики, она была показана очень интересно. Кроме этого, конечно же, мы проводим различные игры, это чемпионаты, что где когда по географии, как я уже говорила, геотурниры. То есть мы нацелены на широкие слои населения для того, чтобы им было интересно познавать нашу республику. Вы сказали, что участники чувашского республиканского отделения участвуют еще и в экспедициях самого русского географического общества. Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. Когда и куда в последний раз участники нашего республиканского отделения участвовали в экспедициях самого русского географического общества? В последние годы наши участники были в экспедициях по Балтийскому морю, на островах Балтийского моря, неподалеку от Санкт-Петербурга, на островах Гогланд. Там очень много оставшегося со времен Великой Отечественной войны, и это интересно для познания. Конечно же, это экспедиция в Мурманскую область по увековечиванию памяти наших летчиков, боевых летчиков из Чувашии, которые тоже погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Это совместно с поисковым отрядом, с поисковым движением Чувашской республики и Чувашского государственного университета. И вот из еще таких интересных экспедиций, это Крымская кругосветка. В прошлом году в ней участвовали студенты-географы Чувашского государственного университета. Надо сказать, что участие в этих экспедициях конкурсное, не просто так. Там можно принять участие, надо показать не только свою физическую силу и выносливость, надо показать и свои географические знания, и возможность провести какие-то географические исследования. Инна Витальевна, а были ли наши земляки или студенты Чувашского государственного университета на Южном или Северном полюсе или на Эвересте? Да, и на Эвересте, и на Южном полюсе были, и в Арктике были, да, были. И это всегда приятно. Причем это не только выпускники недавние, которые сейчас закончили, которые продолжают учиться или уже стали выпускниками университета и Чувашского отделения РГО. Очень приятно, что многие из них работают в заповедниках, в национальных парках, да, и вот работают и на острове Врангеля в заповеднике, работают наши выпускники. В экспедициях в Антарктиду принимали участие наши выпускники. Это всегда приятно. Ну, а кто-то работает на телевидении, да? А это тоже хороший результат, потому что популяризация природы, географии, это тоже очень важно. Инна Витальевна, спасибо вам большое. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям о том, что 27 октября в это воскресенье в 12 часов ровно в Чувашском государственном университете на университетской 38 наконеченной пройдет географический диктант 2019. Ждем участников всех возрастов, людей, которые интересуются географией, историей своей страны, да и вообще, в принципе, всех ждем. Да. А в республике 21 площадка, поэтому все желающие смогут померить свои силы в географическом диктанте. Успехов! Успехов участникам, Инна Витальевна, успехов вам как организаторам этого события. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, Ирбулзан подходит к завершению. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Хороших вам выходных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»